Транслируйте. Сейчас совершено нападение. Специально они пытаются, чтобы я сейчас в Киев не поехал. Смотрите, что сделали с лицом. Кто это был? Маслюк? Где? Смотрите, вот свидетель. Кривошея. Бездействовал. Как лицо? Красиво? Это чтобы в Киев не поехал, чтобы никто не знал, что сейчас. Ребята, активисты, подъезжайте сюда. Вот так у нас патрульная полиция в Днепре действует. Набирайте виток. Радика, Вадика, сюда. Смотрите как. Это сейчас в управлении. Они сейчас будут с камер все удалять. Все видео. Джихуру звоните сейчас. Я буду вести прямую трансляцию. На меня Маслюк напал сейчас. Они пытаются, чтобы я в Киев не поехал. Я на полном серьезе. Сейчас нападение прямое было. Ну посмотри на меня. Он выбил, отобрал телефон у меня. Сейчас на камерах все фиксируется. Они сейчас поудаляются в видеозаписи. Где этот Маслюк? Красиво. Да у нас управление? Остановитесь, пожалуйста. Не надо уходить. А кто выезжает? Набирайте витосы, ребята. Активистов вызывайте. Как вам управление патрульной полиции? А? Где я делал мониторинга, ребята? Красиво у нас управа работает? Маслюк напал. А? Красота? Где герой? Видео уже удаляете? Алло. Закрываем кабинет и бегом прячемся. Здравствуйте. На меня только же свои сотрудники напали. А, ну понятно же. Смотрите как все красиво, да? Где один из свидетелей? Один из свидетелей. Ребята, знакомьтесь. Это тот, кто присутствовал при моем нападении. Пытался... А где еще один там, красавец? Ребята, я ваши лица все запомнил. Все, все, не включи. Конечно же, не надо сейчас ничего делать, чтобы в Киев не поехал. Ребята, вы думаете, я в Киев не поеду? Я вас огорчаю. Как вам красота, а? Трое. Трое сотрудников управления. Один из них... Маслюк, если я не ошибаюсь. Он же у нас красавец. Видео... Поудалял. Ребята, город Днепр. Проща Троицкая, 2А. Приезжайте, активисты, адвокаты. Где вы? Отобрал телефон, а потом напал. Красота, да? Все равно, если ехать, надо ехать. Звони на 102, Антоха. И джихуру набирай. Набирай джихуру, адвокату сюда, быстрее. Где наша IT? Ребята, где IT? А где IT-шник? Ребята, я не вижу, где? Как вам красота? Смотрите, это чтобы в Киев не поехал. Они готовы сделать все, что угодно. А если нож бы сейчас был, огнестрел. Смотрите, тут камеры. Они сейчас видео поудаляют. Смотрите, вот одна камера. Вот наша дежурка. Ребята, а где сок? Как вам красота? Я же еще раз говорю. Эти упыри, они сделают все, что угодно. Только чтобы я сейчас не поехал в Киев. Ребята, я сегодня, завтра не поеду. Вы что, думаете, я в Киев не поеду? Вот еще камера. Вот камера. Видео не будет, понятно же, что? Антоха, ты где? В группу зайди, пиши там, прям в группе. Нападение. Прям пиши на меня, фоткай меня и в группу отправляй. Фоткай. Хотели, ребята, хотели, как говорится, резонанс, трэш? Смотрите, что они. Где Киев? А, Жуков, где вот эти? Смотрите, вот. Красота, наши начальники. А, не, это ГУНП. Вот МВС. А, ВАКов. А? Я извиняюсь, что у меня сейчас эмоции. Немножко это. Он что, думает, сейчас отмажется? Следственную уже вызвали. Звоните сейчас на горячую линию УВБ, ДБР. Сообщайтесь. Нападение начальника легионов. Сохань, по-моему. Я же говорю, лица все запомнены. Сейчас быстро смывает, наверное, кровь с рук, да? Посмотрите, как они просто эти... Нельзя выражаться. Классные у нас люди. Смотрите, у нас сотрудники ходят. А что делать? Я не знаю, что делать. А, ничего не случилось. Красота? Это после сдачи оружия. Только что сдал оружие после смены. Тут же совершено нападение. Хотели ознакомить меня с каким-то незаконным расследованием. Притягивание какой-то ответственности. Без меня провели. А когда я сказал, что я буду снимать это все, вырвал. И вдруг сейчас спрятался. Сейчас в кабинетах где-то сидел. Может, уже испетлял через черный ход. Что там? Здравствуйте. Город Днепр. Совершение нападения на сотрудника полиции. Ребята, вот это кодло какое раздвижило. Здравствуйте. Город Днепр. Нападение на сотрудника полиции. Руководство патронной полиции напало на сотрудника, на меня. Площадь Троицкая 2. В присутствии свидетелей, которые помогали. Нет, это начальник, по-моему, дежурной части напал на меня, на сотрудника. Да, по-моему, я точно не знаю, кто он из руководства еще был. Тут три сотрудника на меня напали, избили. Да, патронной полиции. Он сейчас скрывается в кабинетах, его руководство сейчас покрывает тут. Они избили и тут же сбежали. Я их в лица опознаю, я не знаю их должности. Они скрылись в управлении. Возможно, сейчас убежали через черный ход, я не знаю. Мне удалось просто вырваться наружу, потому что они не выпускали меня и избивали внутри управления. Втроем. Кулаками. Нет, только кулаками. Ну, 2,2 я крутил, а один избивал. Да, я действующий сотрудник. Управление патронной полиции в Днепропетровской области. Да, это одно управление, просто областное управление. Я только сдал оружие и только выходить с управления, меня хотели ознакомить с незаконным приказом, я сказал, я буду фиксировать. И тут же вырвался телефон и начали избивать. Под камеры видеонаблюдения. Это все происходило. Тут камеры видеонаблюдения стоят. Да, на глазах у комбата 2 батальона Кривошея. Который тоже бессействовал. Я их в лицо. Я один, по-моему, это маслюк. Я еще раз говорю, я их в лицо. Я не знаю всех этих начальников. Тут начальников бесконечно. Вы можете сюда прислать следственно-оперативную группу, УВБ сообщить, в ДПР направить это все сейчас. Они пытаются замести следы. Они сейчас видеонаблюдение будут удалять. Говорит, что не было ничего такого. 0,50. 29. 42. 383. Старший сержант Калыняк. Максим Миколаевич. 0,08, 0,2, 88. Нет, я сказал, я буду фиксировать это на видео. Да, они... Маслюк, по-моему, отобрал телефон и начал избивать. Двое подключились, начали крутить мне руки, чтобы я не смог защищаться. Я не знаю, я не успел с ним даже ознакомиться. У нас все, смотрите, нету никого. Патрульная полиция внутри. Это хорошо, что вырвался. Я смотрю, что зашевелилась Кобла. Ребята, есть номер Витоса. Блин, ведь сейчас-то еще... Никогда и не было. Сказай. Втроем напали. В прямом смысле. Это Кривоше стоял, смотрел. Ой, что происходит? И убежал. Их трое. Ну, мне что, сложно в Блице опознать. А Маслюка там, ну, красавец, он лучший. А из-за чего это? А потому что я сказал, что они меня с каким-то приказом хотели знакомить. Я снимать буду. Он такой, ни фига ты снимать не будешь. И давай. Ребята, это город Днепр. Площадь Троицкая, 2. Наше управление, это лучшее управление. Связь пропадает, ребята, потому что мне сейчас многие названивают, узнают, где я. Еще раз повторяю. Это город Днепр. Площадь Троицкая, 2А. Управление патрульной полиции в Днепропетровской области. На меня сейчас совершено нападение. Руководство патрульной полиции. Я так понимаю, что они хотели меня знакомить с каким-то приказом. Я сказал, что я буду фиксировать. И этот Маслюк, по-моему, его фамилия. Ребята, еще раз повторяю. Город Днепр. Управление патрульной полиции. Площадь Троицкая, 2А. Нападение руководства патрульной полиции. Они побоялись, что я поеду сегодня в Киев. Им нужно было что-то сделать. Они не знали. Они сказали, я так понимаю, натравили определенного. Чтобы он все-таки сделал все, что угодно. Сейчас до этого скрывался. Его сейчас, видите, скрывает руководство. Все кабинеты сейчас закрыты. Было в присутствии комбата Кривошея. Все его знают. У меня есть видео с ним. Он смотрел и убежал. Также было еще, это был Маслюк, насколько я знаю. По-моему, он. Вот что-то мне это... Я же говорю, что пусть покажут мне эти лица еще двое руководителей. Вот так вот у нас нападение совершается. Прям в управлении, под видеокамерами. Все сейчас ищите телефоны УВБ, ДБР. Звоните прямо туда сейчас, на горячую линию. Всех, кто знает. Витос уже созвонился, он сюда едет сейчас. Орлова, Радика, Вадика. Звоните всем активистам, которые находятся в Днепре. Площадь Троицкая 2. Пусть они подтягиваются. Вы видите, как я кубло разворошил. Я же вам предупреждал, что здесь все очень весело. Фу. Да я извиняюсь немного. В голове. Ну, видите, вот. Удары разбитые. Они сейчас будут прикрывать. Мне интересно вот посмотреть, каким образом притянут к ответственности наше руководство. Интересно они скажут. Наверное, упал. Нечаянно. Как у нас падается в управление. Сейчас приедет группа. Поеду на СМЭ. Сейчас приедет мой адвокат. Вы думаете, что меня это... Я испугаюсь этого? Не. Они думали, что они втроем справятся с одним. Ну-ну. Они думали, что я сейчас буду в ответку избивать. Ребята, неужели вы думаете, что носок глупый? Сейчас есть прямой факт нападения. Сотрудника полиции. Патронной полиции. Видите как? Не встану. Извиняюсь, буду так. Вот управление патронной полиции. Все просто весело. Наверное, уже убежал. Действующие лица. Видео удалили. Мне интересно, как будет реагировать УВБ, ДБР, прокуратура, Зеленский, Аваков и ему подобные. А? Руководители. Как вам такое? Я извиняюсь. Как говорится, ну что, выдохнули, а теперь будем ждать. Вы смотрите, что, ни дежурная часть не вышла. Никто не вышел. Потому что что? Все кобла в одном. Мне интересно, вот как после этого? А вот это вот одна из сотрудниц мониторинга. Улыбнись, сотрудник мониторинга. Сейчас нахожусь в состоянии эффекта. Поэтому за свои слова могу немножко... Фу. Что случилось? Что, руководство на меня наше напало? Кто кто? Наше руководство. А, красота. Ребята, они лучшие. Вот они смогли сделать все, что только... Еще раз повторяю. Нападение на меня. Сотрудников патрульной полиции. Именно руководство. Втроем. Сейчас они скрываются в этом здании. Их прикрывает высшее. Вы видели на видео Харольского. Это начальник мониторинга. Он стоит. Не кричи. Что случилось? Ничего не случилось. Начальник мониторинга, который ничего сейчас не делает. Он сидит. Он дал распоряжение. Он не знает, что сейчас делать. Он не ожидал, что пойдет все так красиво. Сейчас приедет адвокат, активисты. Еще раз повторяю. Так, сохранить. Сейчас сохраню трансляцию, ребята. Продолжение следует...